Соучаствующее проектирование помогает развивать город. Это доказали сегодня на секции «Здоровая среда» третьего международного форума социальной инновации «Формула активности». Участники познакомились с лучшими практиками областной столицы в области развития комфортной среды для проживания. Садик сделан очень качественно, нового уровня. Все имеющиеся технологии на тот момент, когда мы его строили и проектировали, мы здесь применили. Это детский сад номер 112 «Золотая рыбка» – первый пример здоровой среды в Вологде. Он был построен в прошлом году. На территории нет асфальта, стены из керамического кирпича, внутри в группах вместо батарей полы с подогревом. Стоит умная система отопления, а окна без пластика. Все максимально экологично, ведь дети должны расти и развиваться в здоровой среде. Знают и понимают это и сами малыши. В учреждения идут уроки экологического воспитания. Как же Миша так случилось? Правила-то надо знать, что в лесу нельзя медведевицей спичками играть. Секция «Здоровая среда» третьего международного форума социальной инновации. Формула активности – одна из самых многочисленных. Почти 60 человек – это не только Вологда и область, но и Москва, Ярославль, Тобольск, Ессентуки и многие другие города. Модератор секции – урбанист, идеолог и руководитель Центра прикладной урбанистики при Московской высшей школе социальных и экономических наук Свят Мурунов. Он частый гость Вологды, хорошо знаком с городскими практиками. Вообще, на самом деле, я всегда Вологда привожу в пример, особенно администрациям других городов удаленных, на предмет того, что все-таки Вологда не просто экспериментирует в социальном проектировании, а пытается это внедрять в повседневные свои практики. И, в принципе, с каждым годом уровень проектов, которые мы здесь видим, они показывают рост и эффект от этого системного подхода. Один из новых проектов, презентованных на форуме – «Зеленая площадка» в сквере 825-летия. Необычную зону отдыха обустроили молодые архитекторы в рамках проекта «Семь чудес цвета». Внести свою лепту предложили участники форума. Вместе высадили тую. У вас многое сейчас стало делаться в интересах комфортности проживания. Я был на Лиге молодых, потом был, когда в прошлом году был, и в этом году мы сравнили. И везде, где только можно, везде предлагаю город Вологду, как один из пилотных проектов нашей ассоциации, именно в вопросах создания среды, удобной для людей. И это то общее дело. Жители, власти, бизнес, локальное сообщество – все включены в процесс принятия городских решений. Это и есть суть соучаствующего проектирования. И одна из его сторон – государственно-частное партнерство, в рамках которого в Вологде удается сохранять памятники старины. Это дом купца Бурлова, построенный еще в 1895 году. Сейчас он на реставрации. «Принято решение, что никаких разборок мы делать не будем, потому что разборка хорошо, но мы утрачиваем само понятие памяти». Реставраторы применять технологию лифтинга. Здание будет поднято почти на полтора метра, что позволит безболезненно заменить все несущие конструкции и сохранить первоначальный облик здания. «И вот этот частный государственный партнерство в этой части – очень замечательная идея. Во-первых, сохранится само здание внешним обликом и содержанием. Но потом очень интересно посмотреть, как раньше строили. Дом, простоявший более ста лет, на сегодня подлежит реставрации и будет еще востребован горожанами долгие-долгие годы». В целом же, третий международный форум социальной инновации «Формула активности» собрал в Волге 300 участников почти из 40 регионов России, работая в четыре секции. На каждой побывала глава Вологда Евгений Шулепов как главный эксперт форума и идейный вдохновитель всех городских проектов и практик. «Очень большое впечатление, очень душевное впечатление от этого форума, где наша ассамблей в третий раз принимает участие, приглашает города, потому что здесь есть что посмотреть, чему поучиться, чем гордиться. То есть это и есть патриотизм, это есть любовь к своему городу, то, что мы видим здесь, то, что делает Евгений Борисович и его команда. Постоянно новые темы. Это привлекает, человек искренне радеет о своем родном городе, занимается и делает то, чтобы здесь люди жили более качественно и комфортно». Как отмечают эксперты, Международный форум социальной инновации – событие важное в жизни не только города, но и страны в целом. Но Вологда за эти три года уже переросла этот формат. Следующий шаг – создание школы социального проектирования. Тем более, что запрос на эти технологии в стране колоссальный. Юлия Савинцева, Михаил Прищев, Вологда, Портал.